Голосование в России было выборами без выбора, заявила министра иностранных дел Германии Аналина Бербак на встрече глав МИД Евросоюза. Она подчеркнула, что многие россияне в эти выходные четко показали, что они не поддерживают позиции этого так называемого российского президента. Избирательный процесс свидетельствует не только о безрассудном поведении Путина в отношении собственного народа, но и противоречит нормам ООН. Так называемые выборы в частях Украины, в частях Молдовы и в частях Грузии противоречат международному праву. Многие россияне в эти выходные четко показали, что они не поддерживают позицию этого российского президента. В свою очередь министр иностранных дел Эстонии Маргус Сахна на встрече глав МИД Евросоюза заявил, так называемые президентские выборы в России не были легитимными, а законное место российского диктатора Путина на скамье подсудимых в Гааге. В России состоялись некоторые действия, они называют это выборами, но это не были легитимные выборы. Легитимное место Путина быть в Гааге, как военный преступник. Нарушение международного права с проведением так называемых выборов на оккупированных территориях, принуждение людей к участию в так называемых выборах. Мы понимаем, что это фарс. Маргус Сахна, министр иностранных дел Эстонии. Официальный Рим заявил, что не считает свободными и честными так называемые президентские выборы в Российской Федерации. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Он также осудил организацию голосования на временно оккупированных территориях Украины. Путин в очередной раз похитил выборы в Российской Федерации. Так, на результаты псевдовыборов в России отреагировал министр обороны Великобритании Гранд Шапс. Он также назвал президента страны диктатором и подчеркнул, что мир должен его остановить. Путин похитил еще одни выборы, но Украину ему не украсть. Великобритания будет работать с нашими союзниками, чтобы остановить этого вора, увеличивая нашу коллективную поддержку Украины. Как показывает история, мы должны останавливать диктаторов и автократов, иначе они будут воровать еще больше. Гранд Шапс, министр обороны Великобритании в соцсети Икс. Официально результаты выбора президента России Центр избирком Российской Федерации озвучит в четверг, 21 марта. Однако уже вчера вечером ЦИК сообщил о том, что 100% протоколов избирательных комиссий обработаны и, по предварительным данным, Владимир Путин, баллотировавшийся как самый выдвиженец, получил 87,28% голосов избирателей. Это рекордные цифры. За время его пребывания на должности никто из его соперников не набрал и 5% голосов. Кроме того, в комиссии отчитались о рекордной явке. На выборах проголосовали якобы 77,44%. Предыдущий рекорд был более 30 лет назад, в 1991 году, когда выбирали президента РСФСР.